Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Явился Господь по Своему воскресенье Марии Магдалине. Она возвестила о Его воскресенье апостолам, которые плакали очень горько, рыдали. Но, услышав, что Он жив, и она видела Его, не поверили. После этого явился в образе двум из них на дороге, когда они шли в селение Имаус. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Ну, ничего удивительного нет, с одной стороны, потому что, чтобы поверить в воскресенье, нужно хоть раз в жизни увидеть. Но, с другой стороны, Господь им много раз говорил, что Ему надлежит воскреснуть. Ну, ученики тоже все плохие. В одно ухо влетают, а в другое вылетает. И я это на своем опыте убедился. Есть прекрасные русские поговорки. Мне очень нравится. Хоть кол на голове тиши. Вот. И наоборот, вот у Некрасова. Мужик, чтобы темяшиться в башку, какая блажь, ее колом оттуда не выбьешь. То есть, либо что-то застрянет, какой-то идиотизм полный, либо наоборот. А почему вот божественное слово не прививается к человеку? Да очень просто. Человек сам же, он не божественный. Для него важнее какая-то ерунда. И с этим сталкиваешься каждый день. Если начаешь его переубеждать, вот могу руку отдать на отсечение, человек вообще ничего не слышит. Буквально, хоть говори, хоть нет. Такая же история здесь. Нам и евангелист Марк об этом рассказывает, потому что, чтобы показать, что апостолы были люди во всем подобные нам. Ничего нового. Наконец, явился самим одиннадцати. Двенадцати повесился, как мы знаем. В возлежащем на вечере, на востоке, лежа вкушали пичку. И упрекал их за неверие и жестокосердие, что увидевшим его воскрешим не поверили. Евангелист Марк уже и в возрасте, и просвещенный был человек. Он понимал. А вот почему так с людьми происходит? Неверие. От жестокосердия. Сердце становится каменное, равнодушное, эгоистичное. И чтобы прийти к Богу, совершенно необходимо сердце умягченное, сострадательное, любящее, терпеливое. Вчера летел на самолете в Москву. Все маленькие дети орут. Диким образом. Их там человек пять было. Это вообще испытание. Отчего они орут? Когда едешь куда-нибудь за границу, дети ведут себя хорошо, играют, спят, по улице ходят, никто на них не орет. Разговаривают в четверть голоса. Вообще не услышишь, чтоб дети вот так орали. Ну, просто как сумасшедшие или бесноватые. Ну, понятно. Потому что здесь родители стесняются в самолете, а дома нет. и орут на них. И дети очень быстро начинают понимать, что вот таким голосом легче всего добиться от родителей. Если бы родители принимали меры, то тогда можно было бы их воспитывать. А так дети, причем дети такие, полугодовалые, полутора, они воспитывают родителей. в нужном им духе. Достигают чего угодно. Вот что им хочется, того они и достигают. Получается антивоспитание. А со взрослыми вот такое происходит. Сердце, оно жестким становится. и равнодушное. На всех наплевать. Еще свой мирок как-то, а чуть пошире уже нет. А Евангелие и Церковь вслед за Христом ищет пути умягчения. Даже икона есть Матери Божией. Какое название? замечательное умягчение злых сердец. И злой это не обязательно людоед. Это такие крайние формы. А злой потому что озлобленный, раздражительный, гневливый, постоянно осуждающий. Который все не так. Вот все. От начала до конца. Ну и как с таким сердцем можно вообще куда-то приплыть, только как не к собственной катастрофе. И что нам жизнь дана? Жизнь дана, чтобы каждому достичь Духа Святого. И Господь Святый Дух, когда придет в сердце человека, Он его умягчит. А где взять Дух Святого? Повторяю, в 1532 раз. Евангелие. Постоянное чтение привлекает к нам Дух Святый. Второе. Молитва. если мы хотим молиться Богу, столько благодать Святого Духа дает возможность, создает такую среду, которая Духом Святым умягчает наше сердце. Третье. Таинство. Главное. Крещение, покаяние и святое причащение. Некоторые говорят, я говорю, зачем ты венчаешься? Ну, как красиво. Ну, а что, фигурное катание или художественная гимнастика, это что, некрасиво? Возьми обруч и попрыгай. Люди не понимают, зачем венчаться. А венчаться для чего? чтобы благодать Святого Духа коснулась сердец молодой пары и умягчила их сердца. Потому что для брака это совершенно непвоим. Это главное. Все остальное там дети, это все. Детей можно рожать сколько хочешь, сколько можешь, да можно в детском доме взять. Такие же дети, но только лучше. И самое последнее, четвертое. Добрые дела. Вот ты противный, злой, жадный, гневливый, завистливый, ревнивый, подлый, лживый. и берешь какому-то человеку, которого не уважаешь, что-нибудь сделал из него хорошего, и потом посмотри в свое сердце, увидишь, что оно умягчилось. А если ты это делаешь каждый день, а если ты это делаешь каждый час, тогда через несколько лет ты будешь другим человеком. Не негодяем озлобленным, от которого все шарахаются, а наоборот. И вот это у нас Евангелие и учит. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Ну, а как человеку веровать, если он не знает во что? Так вот, надо поверить в то, что благодать Божия, она тебя преобразит и сделает другим человеком. Из неотесного зверя, которого даже в цирк не возьмут, потому что он опасен, ты превратишься в ангела. Только надо поверить и этому следовать. Чтение Писаний, постоянным причащением исповедью, добрыми делами, ну, и, конечно, молитвой, которая все должно как некое облако всех обивать. Ну, и в отдельных случаях он говорит, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. А это откуда? От той же благодати. когда человек творит волю Божию, Господь начинает действовать через него, потому что Господь хочет, чтобы каждый крещённый человек был проводником его воли, его любви. господь любит трудолюбивых, молчаливых, тихих, скромных. Он говорит, научитесь от меня, я как краток есть, и смирен сердцем, и обречите покой душам вашим. путь социальных преобразований, он бессмысленный. Все революции кончаются убийствами массовыми, но в последние века уже и многомиллионными. А что изменится? Что значит, сейчас плохих убьём, хорошие придут, и всё будет хорошо? Нет, придут ещё более злые. Совершенно бессмысленные вещи. А если ты злого доброго сам станешь, то на одного доброго на земле будет больше. Ты всё-таки уже что-то прибавишь. И вот Евангелие ждёт нас этого. Если можно было бы какую-нибудь империю основать, закон написать, и всё вот так вот. Никогда такого и не было, и быть не может, и не будет. Потому что сам по себе человек барахло. Отказавшись от Бога, это в сто раз хуже. Вот. Поэтому будем, дорогие братья и сестры, изучать Евангелие, как Господь сказал. исследуйте Писание. Оно свидетельствует о мне. Никакого в том мире, в котором мы живём, правды не... Это даже смешно на что-то надеяться. Если случайно что-то там получается, то это ну как некий редкий праздник. ну это убедительность нельзя терять, потому что за этим может последовать, как по современной пословице. Люди так говорят друг к другу. Я много раз слышал, не делай никому добра, а то получишь зло. ну точно. Потому что такие люди по своему качеству. А мы в церкви должны приобрести другое качество. он тебя бьет по правой, а ты ему коробку конфет. Ему тогда стыдно становится. Он начинает говорить прости. Такие случаи в истории редки, но они бывали. Так что если мы будем исследовать Писание, мы всему научимся. Прости всех, Господи. Спасибо.